В Тверской области любителям автомобилей с заниженным клиренсом и тонированными стеклами в ближайшее время придется не сладко. Региональное управление ГИБДД проводит серию профилактических мероприятий, направленных на выявление нарушений автомобилистами технического регламента. Недобросовестные водители могут нарваться на денежный штраф. Однако, как показывает практика, даже финансовые санкции не пугают владельцев личного транспорта, которые пытаются выделиться в общем потоке машин. Утро среды, плотный трафик Тверского проспекта. В какой-то момент инспекторы ГИБДД обращают внимание на вот этот белый «Шевроле». Даже невооруженным глазом видно, что уровень тонировки передних боковых стекол превышает допустимые значения. То же самое подтверждает и специальный измерительный прибор. 13% при норме 70%. Иными словами, стекла иномарки пропускают света в 7 раз меньше, чем того требует установленный регламент. Налицо серьезное нарушение административного законодательства. Нарушителю выписывается штраф в размере 500 рублей. Почему решили стекол-то затонировать? Ну, глаза больные после операции светят. Вот так вот. Понятно, что нарушают. Ну, а как не боитесь? Вот все-таки, наверное, понимаете, что штраф можете получить. Не опасались вот такого подобного? Ну, понятно, что за этот штраф получают. Ну, глаза светят. Ездить тяжело пока что. То есть были вынуждены, да, в состоянии здоровья? Да. Сейчас устранять будете нарушения, насколько я понимаю, да? Сразу на месте? Конечно. А что поделаешь-то? Впрочем, далеко не все водители такие же покладистые и сговорчивые. Владелец вот этого Киа хоть и начал срывать со стекол темную пленку еще до того, как по требованию сотрудников ГИБДД остановил свой транспорт, однако спор с инспекторами все-таки завязал. Пытался доказать, что был пристегнут, хотя это не так. А непристегнутый ремень, к слову, нарушение еще более серьезное, чем излишняя затонированность автомобиля. Вы должны мне сейчас доказать. Вы расписываться будете или не будете? Вы сейчас должны мне доказать. Вы будете расписываться или не будете? Я вам ничего не обязан доказывать. Как это? Вы должны доказать мое право нарушение. Суде увидите, и там докажу ваше право нарушение. Вы должны доказать мое право нарушение. Я ничего не доказал. Я вам сказал, есть суд, который решает, виновны вы или не виновны. В итоге только за один час профилактического рейда два нарушителя. Всего же за минувшие выходные сотрудниками регионального управления ГИБДД было зафиксировано свыше 40 нарушений технического регламента. Причем недопустимая светопропускная способность стекол – лишь одна из целого ряда запрещенных манипуляций с автомобилем. Это установка силовых бамперов, лебедок, шноркелей, занижает транспортные средства путем срезания пружин в подвеске. Установка непредусмотренной конструкции выхлопной системы автомобиля. Все это напоминают в областном управлении госавтоинспекции серьезное нарушение, которое может обернуться для владельцев транспортного средства солидным штрафом, а в некоторых случаях даже аннулированием регистрации. Так что советует ГИБДД стоит трижды подумать перед тем, как устанавливать на свой автомобиль так называемый спойлер, увеличивать диаметр выхлопной трубы, занижать машину или пытаться скрыться от чужих взглядов за темными стеклами.